Не успел. Настоящему профессиональному министру Сергею Петровичу Ворыгину. Настоящему профессиональному министру Сергею Петровичу Ворыгину. Потому что это плод не просто творческой деятельности, это частичка души, это то, что человек по внутренней потребности и благодаря таланту и Божьему дару оставляет всем нам. Конечно, иногда бывает очень обидно, когда произведения находятся в кладовке, иногда, к сожалению, приходят в негодность. Еще обиднее, когда не очень добросовестные люди пользуются тяжелым материальным положением или еще какой-то жизненной ситуацией. Но как раз полностью противоположная ситуация с работами Сергея Петровича Ворыгина. Мы делали выставку уже не первый раз. И каждый раз она все равно звучит совершенно по-другому. Конечно, это благодаря тому, что Василиса Кантелеевна, человек неуемный, человек необычайной жизненной активности, которая каждый раз говорит, вот все, хватит уже, все. Но на самом деле, конечно же, не все. И жизнь благодаря таким людям продолжается. Огромнейшее спасибо Петру Сергеевичу, сыну. Потому что, конечно, это долг каждого сына не просто помнить об отце, а по возможности отдавать дань памяти так, чтобы и нам было радостно, потому что мы можем соприкоснуться действительно соприкоснуться. И вот этот зал, он какой-то необычайно теплый и уютный. Выставки все разные, конечно. Безусловно, бывают выставки спорные. Бывают выставки, когда художник хочет показать как можно больше работы. И между работами нет расстояния. Они друг с другом спорят, пытают. А здесь вот именно очень красиво. Очень грамотно сделана экспозиция. Благодаря друзьям, которые тоже, я думаю, скажут несколько слов сегодня. Хочу сказать, что вот такие выставки, они действительно, они вызывают ту внутреннюю радость, которая должно нести искусство. Настоящее, большое, великое искусство. И как раз сегодня мы присутствуем на открытии такой выставки. К большому сожалению, не смог прийти советник губернатора Геннадий Леонидович Рукша и министер-губернатора. И они собирались у них в свою командировку в Москву. Но они пообещали, что придут им в день открытия, придут и обязательно посмотрят. Мне бы хотелось предоставить слово самому главному начальнику отдела по работе с русскими организациями в нашем творческом союзе. Что называется отдел? Черепленеда Брилетович Рукша. Спасибо большое, Сергей. И хочу сказать, что вот настолько все это в одном русле, в одном позитиве. Потому что, правда, я не могу так досконально разобраться в каких-то тонкостях, но вот ощущение позитива исходит и от хозяйки этой выставки, и от того, что изображено на полотнах. И поскольку я тоже человек восьмидесятых, вот это целая эпоха. Можно где-то что-то, какие-то недостатки выискивать, но вот та эпоха восьмидесятых, это столько энергии, столько веры в то, что все вокруг мы создаем своими руками. И вот действительно, я еще раз хочу сказать, это слово позитив. Ну и, конечно, очень рада, что мы с вами познакомились, здоровье вам, такой же красоты, такой же молодости и обаяния. И я думаю, что будет правильным, если вот эта выставка будет регулярно показываться, для того, чтобы подзаряжаться от этого. И передаю, действительно, у нас и Елена Бурклёна, и Геннадий Ильич сейчас находятся в Москве, просили, чтобы я обязательно передала слова поздравления, приветствия, что я с удовольствием делаю. Ну, мне посчастливилось пообщаться и довольно времени прослушать много. С Сергеем Петровичем я встречался непосредственно много раз, потому что он работал в нашем художественном фонде, где работал для молодости этого времени. Встречался в мастерской, Рянина, неоднократно, потому что человек, Утойго Васильевича, Сергей Петрович сам по себе был человек очень активный. Ну, представьте, 18 лет человек ушел на фронт, закончил в десантное училище, и молодым человеком воевал с клетками. Ребята, прошел сложную жизнь. Воевал с Калининградом, Докурской и другим. После этого он учился в Мухинском училище, то есть у человека, богатая, настоящая классическая школа. Школа рисунка, школа рисунка, школа рисунка, до этого он кончил нашу художественную школу, участие в Карантаново, векаря, в области. То есть это самая главная величина того времени художества. Вот из-за этого он настоящая классическая школа. В 19-е лет, это ли, в 17-е, он с 23-го года, в 41-м году он и был, я подсчитала, для него было 19 лет. Да, это ли не ярчайший, я как музейщик, видите, там точность мирна, да, исторические факты, они должны быть очень точными, достоверными. Это ли не ярчайший пример высокого патриотизма, любви к родине, чувства личной ответственности за ее судьбу. Выжить в таких битвах, как Саленградская и Курская, это ли не ярчайший подарок судьбе. Он воспользовался этим подарком на всю катушку. Вернуться с войны искалеченным физически, с израненной душой, восстановить себя и, главное, не потерять себя, не сломаться, снова суметь увидеть жизнь во всем ее многоцветии, испытать любовь и продлить свой славный год, оставить после себя достойные плоды своего творчества. Это ли не свидетельство мужества, силы воли, жизнелюбия? Сергей Петрович яркий представитель художников поколения победителей. Его работают трогательные и очень близки ему и сердцу. И вот такими словами я хочу закончить свое удовольствие. Еще раз вам ваше внимание за то, что я творчество его не знала. И сейчас я вот с удовольствием прошла, посмотрела, и мы будем сотрудничать с Василисой Пантелейной в том плане, чтобы пополнить коллекцию не только художественных работ, но и экспонатов, вещей, документов, которые раскроют у этого человека все сторонния. И как художника, и как фронтовика, и как человека, как отца, так и вот так вот. Всего доброго. Спасибо. Развивался наш союз художников. Конечно, эта выставка, это вот такой самый, может быть, яркий всплеск за многие годы. Выставка, которая откроется в том зале Шепельевича, это выставка работы в музее, из коллекции музеев. И с музеями чуть-чуть сложнее работать, потому что у них свои особые условия, свои особые возможности. зачастую не всегда вписывающиеся в наши планы. Мы стараемся на больших наших проектах привлекать в музей, для того, чтобы те большие художники, которые уже ушли из жизни, чтобы их работы были рядом с работами молодых. Может, кто-то хочет еще из гостей сказать? В итоге эта выставка получилась вот такая душевная, такая красивая. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу читать. Что я волнуюсь. Горючий Сергей Петрович, родился 27-го сентября, в 19-е годы, в 19-е годы. В 19-е годы учился в 35-й школе. Трудно против геологического управления, была 35-я школа. Закончился в 1941 году. Который закончился в 1941 году. В сентябре 1941 года ушел на фронт добровольцем. Все три класса, 10-ти классники, да, все ушли добровольцами. Ну и многие не вернулись в школу. В сентябре 1941 ушел на фронт добровольцем. Служил немцоположье, где формировался 10-й корпус воздушно-десантной бригады. 23-й, 24-й, 25-й. Вот в Сталинградской. Сейчас, которая юбилеется на селе. В сентябре 1941 года части перебросили во внуков. А затем отправили в Курбышевское десантное училище. После окончания которого в июне 1942 года было присвоено звание лейтенанта. Сергея Петровича. Это 19 лет ему было. Ну, в 1920-й год. После училища молодого лейтенанта направили в свою часть командиром взвода противотанковой роты. Перед отправкой в Сталинградский фронт взвод вручили гвардейские знания. А бойцам – гвардейские значки. В звании гвардей лейтенанта Сергея Ворыбина командовал строевым взводом воздушно-десантного хода. За боевые заслуги гвардей лейтенант награжден орденами в Великой Отечественной войне первых и вторых стеклях. 22 августа 1942 года в Баяховском городе был ранен касательно ранения правой руки. Было отправлено в городе Кузьмин-Кулакова. После лечения декабря 1942 года был отправлен 5-й гвардейской дивизию в звание гвардии фейсенанта. В январе 1943 года дивизию перебросили на северо-западный фронт. Из боя из Ашизы и Килл-Рад. В конце апреля 1943 года воевал на Курском направлении, где ж быть горячей бою. В 1944 году 22 августа на Курской дуге был тяжело ранен и направлен в госпиталь на лечение, после которого был комиссован по инвалидности. 22 августа мы всегда отмечали его второе рождение. Он не признавал 22 августа и 27 апреля было два дня рождения. Он всегда так ждал день, потому что, говорит, меня ранили под Сталинградом 22 августа. Вот, говорит, мне кажется, часы, минуты подходят. Все. И через год ранен, вот, тяжелое ранение получали. В декабре 1944 года принят союз с художником на должность художника. Учился в суровой Суриковской студии у педагогов Горенко, Каратанов, Коботева. Которые в 1947 году направили Сергея Петровича в высшее демократское училище. Именно имя Герман Шалича называется Академия Чтигет. Чтигет. Да. Пойдется сюда. Хочу пройдет. Тихо. Потерял. В 1991 году Сергей Петрович поступил на работу в старайско-художнице. В русском живописице художником. В 1946 году молодой художник впервые представлял свои работы на выставке. После учебы в 1951 году Горенко участвовал на всех краевых выставках на выставке художника в Сибири и Дальнем Востоке. В 2001 году Горенко стал членом северного художника. Горенко. Своему творчеству. Своему творчеству, живописи, музыке, архитектуре. Имел прекрасный голос. Играл на музыкальных инструментах. В Ашаповском занимал среди художников для первого детства. Никто не знал. Он знал. Он неустырный в этом отношении. За годы войны Сергей Петрович был награжден. С правительственной наградой орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Орденом Красной Святой, Товардейский засчет, медалью Жукова и 10 медалей. Возможно. Ветеран труда. В 2000 году это у нас сложная операция. Умер в 12-й год. В 13-й год. После смерти художника стали жить. Его работа около 100 полосок. В 6-м году прошла мысль от коронавируса художника. Полотно в мае 45-го года. На проработку художника подарил нашу семью. В Красноярскому. В Кривенческом музее города Красноярска. 10-го июня 2010-го года. От имени всех членов нашей семьи, нашей семьи, благодарю цель художника. В Кривенческом музее города Красноярскому. В Кривенческом музее города Красноярскому. Собрила председателя Евгения Евгеньевича Аннушенко. Это выручалочка. Он всегда выслушает. Да и Никитин вот такой. Это я усилию. Ну положительный человек. В доме художника посмотрите, какой приятный становился. Собрение вообще любых шесть поклений. Союзных членов управления сотрудников, домов художников и всех студентов, отдавших помощь в подготовке и проведении всего будущего душа. Хочу закончить свое выступление с вами. Время прийти на выступку отца. Для того, чтобы еще раз его вспомнить, вспомнить его работы. И безусловно отдать дань уважения ему. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.